Спор между строительной компанией с Кострой и ее клиентами будет рассмотрен 16 декабря в Верховном суде. Граждане протестовали перед зданием суда, требуя справедливого судебного разбирательства, утверждая, что они заплатили деньги за квартиры в строящемся доме. Но часть дольщиков получила квартиры без газа, электричества и воды, другие купили квартиры на этажах, которых не существует. А для остальных и вовсе только котлован под дом. Глава компании Нернбек Сариев арестован по обвинению в мошенничестве. Пострадавшие требуют денег от его жены. Этот судебный процесс продолжается уже 7 лет. Мы подали в суд, мы забрали уже землю в аренду, получается. Она была в аренде на из строя. Мы землю уже забрали, сейчас готовим остальные и все разрешительные документы для продолжения стройки. Это единственный наш выход, чтобы получить наши квартиры. 5-6 лет мы вот так ходим по всем инстанциям.